Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Жулдубаева Жумагуль Дюсимбаевна. Я доцент кафедры нанотехнологии и металлургии, доктор PhD. Сегодня мы с вами начинаем изучать первую тему назначения, состав, основные характеристики компьютерной техники, информация и знания. По дисциплине компьютерный инжиниринг металлургических процессов. Цель занятия – изучить общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, ознакомление с методами и средствами сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. И, конечно же, план занятия. Классификация организационной и компьютерной техники, состав ПК и основные характеристики устройств, назначения и принципы эксплуатации организационной и компьютерной техники, понятия об информации и управлении, существующая информация, виды информации, виды компьютерной информации. С устройством компьютера вы уже ознакомились на уроках на первом курсе. И выяснили, что компьютер выполняет такие же функции по работе с информацией, как и человек. У компьютера есть для этого определенные устройства ввода, вывода, хранения и преобразования информации. Сегодня познакомимся с тем, как устроен системный блок и какими характеристиками обладают входящие в него устройства. Описание устройства и принципов работы компьютера достаточное для пользователя и программиста называют архитектурой ЭВМ. Архитектура не включает в себя конструктивных подробностей устройства машины электронных схем. Эти сведения нужны конструкторам, специалистам по наладке и ремонту ЭВМ. К архитектуре относится именно логическое построение вычислительных средств без учета конкретных деталей их реализации. Современные ЭВМ имеют одну и ту же внутреннюю организацию, которую принято называть архитектурой ЭВМ. Любая ЭВМ – автоматическое устройство обработки информации. Все они сконструированы на основе электронных схем обработки электрических сигналов, а принцип их работы основывается на законах физики, математики и логики. Мы различаем внешнюю архитектуру и внутреннюю архитектуру. Во внешнюю архитектуру входит то, что видят люди, которые используют машину для своих целей. Внутренняя архитектура – это то, из чего состоит машина и на чем основывается накопление, обработка и передача информации внутри машины. В основе большинства современных и ранее разработанных ЭВМ лежит так называемый принцип фон Неймана, названный в честь Джона фон Неймана, американского ученого, впервые изложивший принципиальные положения архитектуры ЭВМ во второй половине 40-х годов. ЭВМ состоит из процессора, памяти и внешних устройств. Единственным источником активности ЭВМ является процессор, который управляет программами, находящимися в памяти ЭВМ. Память состоит из ячеек, каждая из которых имеет свой адрес. Каждая ячейка хранит команду программы или некоторую единицу обрабатываемой информации. В любой момент времени процессор выполняет одну команду программы, адрес которой находится в специальном регистре процессора, счетчика программы. Обработка информации проходит только в регистре процессора. Информацию процессор можно ввести из любой ячейки памяти или внешнего устройства и набора. В каждой программе зашифровано следующее предписание. Из каких ячеек взять на обработку информацию? Какие совершить действия над информацией? В какие ячейки памяти направить полученную информацию? Как изменить содержимое счетчика команд, чтобы знать, откуда брать следующую команду? Процессор выполняет программу, команду за командой в соответствии с изменением содержимого счетчика команд в памяти, пока не получит команду остановиться. Здесь же необходимо сказать о памяти компьютера. Главным хранилищем информации является память, которая бывает оперативной и служит для хранения информации во время ее непосредственного использования или обработки. После выключения питания компьютера информация в оперативной памяти стирается. Также долговременная память служит для хранения информации на долгие его сроки. Выключение питания информации в долговременной стирается. Для долговременного хранения информации используются магнитные носители. Жесткие диски, гибкие диски, лазерные, компат-диски. Понятие объем памяти. Важнейшая характеристика оперативной и долговременной памяти. Она определяет максимальное количество информации, которая может храниться в оперативной или в носителях долговременной памяти. Объем памяти состоит из ячеек, которые нумеруются последовательными числами. Количество этих ячеек называется объемом памяти ЭВМ. В современных ЭВМ одна ячейка содержит один байт информации. Номер ячейки кодируется комбинацией из 16 единиц и нулей. Номер ячейки называется адресом. Процессор. Центральное устройство компьютера. Он выполняет находящиеся в оперативной памяти команды программы и общается с внешними устройствами посредством шины, адреса, данных и управления. Алгоритм работы процессора состоит в последовательном считывании команд из памяти и их выполнении. Можно выделить четыре этапа обработки процессором команд. Выборка по счетчику команд очередной команды. Считывание и выполнение этой команды. Увеличение счетчика команд на первую позицию. Считывание следующей команды. Счетчик команд – это место, где хранится адрес очередной выполняемой команды. В состав процессора входят следующие устройства. Устройство управления. Арифметико-логическое устройство. Регистры процессора в процессорной памяти. Устройство управления управляет работой всех устройств компьютера по заданной программе. Оно вызывает из памяти очередную команду программы и все участвующие в операции числам. Отправляет их в арифметико-логическое устройство, а полученный результат пересылает в память. Арифметико-логическое устройство предназначено для обработки данных. Оно выполняет над числами и командами необходимые арифметические и логические операции. Получив исходные данные и выполнив необходимые операции, АЛУ выдает промежуточный или конечный результат. Компьютер затем отправляет далее. Понятие регистры – это внутренняя память процессора. Каждая из регистров служит своего рода черновиком, Используя который, процессор выполняет расчеты и сохраняет промежуточные результаты. У каждого регистра есть определенное назначение. В регистр счетчик команд помещается адрес той ячейки памяти ЭВМ. В компьютере хранится очередная исполняемая команда программы. В регистр команд помещается эта команда на время ее исполнения. Есть регистры, в которых помещают исходные данные и результаты выполнения команд. Полученный результат может быть переписан из регистра в ячейку. Процессор состоит из устройства управления, которое управляет работой процессора с помощью электрических сигналов, арифметико-логического устройства, производящего операции над данными, и регистров для временного хранения этих данных и результаты операции над ними. Данные процессор считывает из оперативного запоминающего устройства. Туда же пересылает результат действия над этими данными. У компьютеров четвертого поколения функции центрального процессора выполняют микропроцессоры. Выполнение микропроцессором команды предусматривает арифметические действия, логические операции, передача управления, условная либо безусловная, перемещение из одного места памяти в другое, координация взаимодействия различных устройств ЭВМ. Процессоры характеризуются тактовой частотой, число машинных операций, обрабатываемых процессором за секунду, разрядностью, число одновременно обрабатываемых битов. Программные средства ЭВМ. Основные принципы программного управления. ЭВМ может выполнять не только одну команду, но и длинные в последовательности команд программы. Каждая команда кодируется в последовательности 0 и 1 и помещается, как и число, в одной ячейке оперативной памяти. Команда состоит из двух частей – кодовая и адресная. Кодовые – какие действия должны быть выполнены, адресные, расположения в памяти, исходных данных и результатов. Одна и та же последовательность 0 и 1, хранимая в ячейке памяти, может распознаваться как число и как команда. Программа – это второй принцип работы ЭВМ, то есть принцип хранения программы. Программа – последовательность указаний, инструкций на понятном компьютеровом языке, задающие те или иные способы ввода, преобразования, предоставления информации. Рассмотрим типы программ. Прикладные – программы для решения задач во всевозможных областях человеческой деятельности. Программы для использователей, конструкторов, дизайнеров программы, трехмерное моделирование, анимация, векторные графики и т.п. Следующие – программы для всеобщего использования. Программы, предназначенные для создания, чтения и редактирования документов, содержащих определенную информацию, графическую, текстовую, звуковую. Программы редактирования текстов, распознавания речи, системы управления базами данных. Следующие – программы познавательного и развлекательного назначения, компьютерные игры, мультимедийные энциклопедии и справочники. Системные программы, программы обеспечения нормальной работы компьютера и возможности выполнения прикладных программ. Операционные системы, программы управления периферинными устройствами. Различают программы для всех пользователей, также программы для продвинутых пользователей и инструментальные системы программирования. Интерпретатор – это программа, позволяющая выполнять команды на языке программирования, которые не были переведены на машинный язык. Компилятор – программа, переводящая тексты программ с языка программирования на машинный язык, понятный компьютеру. Далее рассмотрим периферинные устройства. Это устройство вводом, клавиатуром, ввод текстовой и числовой информации, сканер – ввод графической информации с готового изображения, дигитайзер – графический план конспект штетт, цифровой – на фотоаппарат, ввод графической информации с натурой в память или на гибкие магнитные диски, цифровая видеокамера – ввод видеоинформации непосредственно сразу в память компьютера. Микрофон – ввод звуковой информации. Меди-клавиатура – ввод цифровой информации в память компьютера. Потом компьютер дешифрует эту информацию в звуковую с помощью звуковой карты. И специализированные устройства ввода вводят информацию от физических, медицинских и других приборов для последующей обработки ее в компьютере. Устройство вывода. Монитор – вывод информации, которую можно представить наглядно. Принтер – устройство вывода информации на бумагу или специальную пленку текстовой и графической информации. Они бывают матричные, струйные, лазерные, многофункциональные, цветные. Графа-построитель, плоттер – устройство вывода на бумагу больших и сложных чертежей, графиков и диаграмм. Звуковые колонки – вывод информации, которую можно представить в форме звука. Следующее – устройство хранения и передачи информации. Стримеры – хранение больших объемов информации на магнитной ленте. Сменные жесткие диски. Диски Бернулли. Магнитооптические диски. Эти диски позволяют хранить информацию объемом до терабайт. Компактные лазерные диски CD-ROM. Одноразовая запись данных объемов до 650 МБ. Следующая группа – устройство коммуникации, то есть обмена информацией. Сюда относятся сетевые карты, устройство связи, позволяющие соединить несколько компьютеров в локальную сеть в пределах офиса, класса, либо кабинета. Дальше – модемы. Устройство связи, позволяющие соединить компьютер с глобальной сетью, например, интернет, по телефонным, волоконно-оптическим и другим каналам связи. И третий – контролер сети. Это устройство для подключения к локальной сети, соединяющие компьютеры в пределах офиса, дает возможность свободного использования данных в программ в пределах сети. Переходим ко второй части нашей лекции. Понятие об информации и управлении. К базовым понятиям, которые используются в информатике, относятся данные, информация и знания. Эти понятия часто используются как синонимы, однако между этими понятиями существуют принципиальные различия. Данные – это совокупность сведений, зафиксированных на определенном носителе, в форме, пригодной для постоянного хранения, передачи и обработки. Преобразование и обработка данных позволяет получить информацию. Следующая информация – это результат преобразования и анализа данных. Отличие информации от данных состоит в том, что данные – это фиксированные сведения о событиях и явлениях, которые хранятся на определенных носителях, а информация появляется в результате обработки данных при решении конкретных задач. Например, в базах данных хранятся различные данные. А определенному запросу система управления базой данных выдавит требуемую информацию. Существуют и другие определения информации. Например, информация – это сведения об объектах, явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состояниях, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, неполноты знаний. Далее, знания – это зафиксированная и проверенная практикой обработанная информация, которая использовалась и может многократно использоваться для принятия решений. Знания – это вид информации, которая хранится в базе знаний и отображает знания от специалистов конкретной предметной области. Знания – это интеллектуальный капитал. Формальные знания могут быть в виде документов, стандартов, нормативов, регламентирующих принятие решений или учебников, инструкции с описанием решения задач. Неформальные знания – это знания и опыт специалистов в определенной предметной области. Необходимо отметить, что универсальных определений этих понятий, то есть данные, информация и знания нет. Они трактуются по-разному. Принятие решений осуществляется на основе полученной информации и имеющихся знаний. Принятие решений – это выбор наилучшего в некотором смысле варианта решения из множества допустимых на основании имеющейся информации. Взаимосвязь данных, информации и знаний в процессе принятия решений представлена на следующем слайде. Для решения поставлены задачи, фиксированные данные обрабатываются на основании имеющихся знаний. Далее полученная информация анализируется с помощью имеющихся знаний. На основании анализа предлагаются все допустимые решения, а в результате выбора принимается одно наилучшее в конкретном смысле решение. Результаты решения пополняют знания. В зависимости от сферы использования информация может быть различной научной, технической, управляющей, экономической. Информация – это преобразованная и обработанная совокупность сведений, отражающая состояние и ход экономических процессов. Экономическая информация циркулирует в экономической системе и сопровождает процессы производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Экономическую информацию следует рассматривать как одну из разновидностей управленческой информации. Экономическая информация может быть управляющая в форме прямых приказов, плановых заданий, осведомляющая в отчетных показателях выполняет в экономической системе функцию обратной связи. Информацию можно рассматривать как ресурс, аналогичный материальным, трудовым и денежным ресурсам. Информационные ресурсы в совокупность накопленной информации, зафиксированной на материальных носителях в любой форме, обеспечивающей ее передачу во времени и пространстве для решения научных, производственных, управленческих и других задач. Информация от латинского слова информатиум разъяснение, изложение. Первоначальные сведения, передаваемые одними людьми, другим, людям устным, письменным или каким-либо другим способом, например, с помощью условных сигналов, с использованием технических средств и так далее. А сам процесс передачи или получения этих сведений. Для того, чтобы в материальном мире происходили обмен информацией, ее преобразование и передача, должны быть носитель информации, передатчик, канал связи, приемник, получатель информации, совокупность которых образует информационную систему. Информационная система существует в любой организации, поскольку никакая организация не может обойтись без информации, а следовательно, без процедур ее формирования, обработки и использования. Цель информационных систем производства нужной для организации информации, создания информационной и технической среды, для осуществления управления организацией. Преобразование, целенаправленная обработка информации, это важнейший из информационных процессов. Преобразование информации о состоянии окружающей среды, выбор на основе этой информации наиболее целесообразного поведения, постоянная функция мозга, и нервной системы человека и животного. Решение задачи, стоящей перед человеком в любом виде его деятельности, также процесс преобразования исходной информации в информацию, отражающую результат решения этой задачи. Преобразование, анализ информации, основа выбора решений процессов управления в любой области. В любом процессе управления всегда происходит взаимодействие двух систем, управляющие и управляемые. Если они соединены каналами прямой и обратной связи, то такую систему называют замкнутой, или системой с обратной связью. Рассмотрим простейший пример управления поддержания постоянно заданной температуры в электрической печи или термостате. Выполняя эту задачу вручную, без применения средств автоматизации, человек должен первое, наблюдать за показаниями термометра, второе, сравнивать эти показания с заданной температурой, и третье, при наличии разности между заданным и наблюдаемым значениями передвигать ползунок регулируемого реостата, изменяя силу тока и температуру электронагревательного прибора, таким образом, чтобы эта разность стремилась к нулю. Структура автоматической системы, предназначенной для решения такой же задачи, сходится к схеме, изображенной на рисунке. С заданным значением и при наличии расхождения передает соответствующую команду на исполнительный орган, который и восстанавливает заданное значение регулируемой величины, в нашем случае температуры. В качестве исполнительных органов используются устройства, непосредственно воздействующие на технологический процесс, двигатели, электромагниты. Такие системы представляют собой типичный пример систем автоматического регулирования. На этом слайде представлена информация существующая, например, знания памяти специалистов, технологическая и трудовая документация, описание производственных технологий и бизнес-процессов, чертежи, карты, эскизы, нормативно-правовая информация, имеющиеся электронные архивы и базы данных, алгоритмы, электронные формы и отчеты работающих, программы автоматизации, организационная карта и должностные инструкции. Переходим к видам информации. Научная информация. Эта информация наиболее полно отражающая объективные закономерности природы, общества и мышления. ее подразделяют по областям получения или пользования на политическую, экономическую, техническую, биологическую, физическую и так далее. По назначению на массовую и специальную. Далее поговорим о свойствах информации. информация достоверна, если она не искажает истинного положения дел. Информация адекватна, если с помощью полученной информации об объекте создается образ определенного уровня соответствия. Информация полна, если ее достаточно для понимания и принятия решения. Информация выражена кратко и четко, если она не содержит в себе ненужных сведений. Информация ясна и понятна, если она выражена языком, на котором говорят те, кому она предназначена. Информация своевременна, если она не потеряла свою актуальность. Человек получает информацию из окружающего мира с помощью органов чувств, анализирует ее и выявляет существенные закономерности посредством мышления, хранит полученную информацию в памяти. Процесс систематического научного познания окружающего мира приводит к накоплению информации в форме знаний, фактов, научных теорий. Таким образом, с точки зрения процесса познания информация может рассматриваться как знание. Человек так устроен, что он защищается от ненужной, непонятной и неприятной информации. она проходит мимо него. В этом случае человек не обрабатывает ее, а значит не может запомнить и превратить в знание. Та информация, которая не может быть понята и усвоена, называется информационным шумом. теперь давайте сделаем выводы по поводу информации. Вся информация, поступающая к человеку, состоит из сигналов. Человек эти сигналы получает, обрабатывает и либо исполняет, либо запоминает. Человеку трудно потреблять информацию. Он может делать это только очень маленькими порциями. Любая перегрузка превращается в информационный шум и становится бесполезной, то есть не превращается в знание. Человеку трудно обработать информацию. Он от этого устает. Человек может ошибиться. Из-за информационного шума он может неправильно обработать информацию и превратить ее в ложное знание. Человек необъективен, то есть воспринимает информацию не такой, какая она есть, а такой, какой она ему кажется. Если информация совпадает с его личным мнением, он принимает, обрабатывает и усваивает ее. Если информация ему неприятна, он усваивает с большим трудом и многое остается без внимания. человек не может долго хранить информацию. Если не закреплять знания постоянными упражнениями, информация очень быстро забывается. А теперь давайте перейдем к видам компьютерной информации. Компьютер это электронная машина, которая может принимать информацию, обрабатывать информацию, хранить и выдавать информацию. Как было ранее сказано, этими функциями обладает и человек. Однако, делает он это медленно, иногда с ошибками и не всегда охотно. Компьютер освобождает нас от необходимости обрабатывать горы информации, но делает он быстро, безотказно, выдает в том виде, в котором удобно человеку, и хранит столько, сколько угодно. Но компьютер может работать только с той информацией, которую можно представить в виде сигнала. Если бы можно было представить вкус, запах в виде сигнала, то компьютер мог бы работать и с такой информацией. Но делать этого пока не научились. Надо отметить, что хорошо превращаются в сигналы то, что мы видим. Для этой цели используют специальные электронные устройства, видеокамеры, цифровые фотоаппараты, скамеры. Давно научились превращать в сигналы то, что мы слышим. делают это с помощью микрофона. Очень трудно превращать в сигналы то, что человек чувствует с помощью обоняния, осязания и вкуса. Значит, компьютеры с такой информацией работать пока не могут. Вывод. Компьютер может работать только с той информацией, которую мы видим и слышим. Существует пять видов компьютерной информации. Это числовая информация, текстовая информация, графическая информация, звуковая информация и видеоинформация. Все эти пять видов информации вместе называют одним словом мультимедиа. Если компьютер может работать со всеми этими пятью видами информации, то его называют мультимедийным. Если компьютерная программа использует, да, если использует, то мультимедийным. На этом наше первое занятие завершено. перейдем к заданиям для самостоятельной работы. Самостоятельная работа у вас будет состоять из двух пунктов. Для первого задания из представленных на слайде видов компьютерной информации. Выбирайте любой, какой вам нравится. задания составляете, рассматриваете, составляете реферат. Это у вас будет первое задание. Для второго задания здесь же в следующем слайде представлены два пункта. Выбираете также один понравившийся и это будет второй пункт того же реферата. То есть в одном реферате у вас будут два задания. Первое с предыдущего слайда, второе с этого слайда. Далее в конце презентации на двух слайдах представлены вопросы для закрепления материала. В тетрадях, которых вы делаете конспект, после конспекта этой темы вы отвечаете на данные вопросы. Так, вот на этом и на следующем слайде. Рефераты, конспекты с ответами на вопросы должны быть предоставлены для проверки преподавателю в срок. Сроки будут указаны в информационной системе универ либо муду. На этом мы завершили первое занятие. Всем до свидания, до следующей встречи.